Убийца, педофил Олег Рыльков перед началом судебного заседания картина кашляет и берется за сердце. Отказывается от адвоката. На его счету более 37 изнасилований детей и трех убийств в 90-х в Тольятти. Он избежал смертной казни из-за моратория на нее и получил пожизненное в Черном Дельфине, колонии особого режима в Оренбургской области. Но теперь хочет выйти на свободу и ходатайствует об условно-досрочном освобождении. Прокуратура против. Позиция прокуратуры такая, что законных оснований для освобождения осужденного Рылькова нет, поскольку его заболевание не подпадает под перечень заболеваний, препятствующих для отбывания наказания. Дело Олега Рылькова рассмотрели за два заседания, но ему так и не удалось убедить судью, что тяжко болен. На основании изложенного в руководстве статьями 397-399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд постановил в удовлетворении ходатайства осужденного Рылькова Олега Двикторовича об освобождении его от наказания в связи с болезнью отказать. Но точку в деле Рылькова ставить пока рано. В этой кровавой истории все новые страницы. Скоро в Самаре будет рассматриваться еще одно уголовное дело. Преступник неожиданно признался в еще нескольких убийствах. Двух девочек, 8 и 16 лет. Впрочем, учитывая, что отбывать ему срок придется пожизненно, ближайшие суды будут простой юридической формальностью. А для Рылькова внесут разнообразие в его тюремную жизнь, которую вне стен суда он проводит в одиночной камере. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Максим Гусев. События. С Vouзбук. ади Рылькова, Максим Гусев. Продолжение следует...